Мы говорим просто спасибо. И не нужно пояснять за что. У каждого, кто побывал на войне и остался жить, есть чем гордиться. Мы хотим поведать вам историю Медшикова Павла Александровича, урожанца села Петрово Читинской области, а ныне жителя города Тольятти, десантника, артиллериста, участника Парада Победы. Родился 25 июня 1921 года. В 1940 году был призван в армию, служил на Дальнем Востоке. Потом по набору попал в военно-воздушные десантные войска. В конце 1941-го, в начале 1942-го года нас увезли на фронт. Сначала в Ивановской области, город Тейково, оттуда под Старую Руссу бросили. Оттуда перебросили нас на Третий Украинский. В городе Харькове он уже был освобожденный. Там сформировались, дополнили нас. И пешим строем до Чернигово. А там, южнее Чернигово, где-то 70 километров, есть село Мишурин-Рог. Там форсировали Днепр. И оттуда пошли и пошли в наступление. Вот много освобожденных сел было. Ну, большие города. Кривой Рог, Вознесенск, Бендер и крупное село Леонтьево. Там я был тяжело ранен. Оттуда попал в госпиталь. Сначала не могли увезти, потому что, как только понтоны натянут через Днестр, немцы бомбили. И мне там пришлось несколько суток пробыть. Потом оттуда помаленечку перевезли в госпиталь. С одного госпиталя в другой. И попал в Днепродзержинск на Украине, в Днепропетровской области. Там пролечился где-то, наверное, немного побольше четырех месяцев. Вылечился. Я был тяжело ранен в голове и контужен. Потом попал в пересыльного пункта, в учебный, 411-й артиллерийский учебный полк. Там закончил курс командиров орудий. И формировалась 28-я дивизия резерв РГК. Попал в нее. И нас перебросили на 1-й прибалтийский. Ну, где прорыв, нас туда и бросали. Вызывают в штаб полка меня и моего наводчика Нуреев. Был такой азербайджанец. Ну, и думаю, не знаю, зачем нас вызывают. Когда пришли туда, нам говорят, по приказу Сталина будет проходить парад победы в городе Москве. Такого-такого числа. Мы вас вот двоих направляем. Ну, с полка нас попало 4 человека. Двоих, когда строевую подготовку проходили, проверяли, двоих сразу отсели. А мы с наводчиком, ну, как старослович, приходилось строевой заниматься. Мы выстояли, вот мы и попали на парад победы. Нас привезли в Ригу, там переодели, вообще новенькое. Вот. В Риге позанимались хорошо, а с Риги в Москву. В Москве стояли Алешинские казармы есть там, недалеко от Красной площади. Там готовились. Вот тут досталось нам хорошо. Строевая подготовка почти целыми днями, только завтрак, обед, ужин. Вот. Приезжал сам вот, который командовал нашим фронтом, Говоров, сводным полком. Он проверял, и тоже были отсеяны там несколько человек. Ну, как-то мы, я выдержал. Павел Александрович – удивительный человек. Он открыт для общения, полон бодрости и оптимизма. В глазах нет ни намека, ни усталость, утомленность жизнью. Его сердце до сих пор горит огонь искренней любви к миру и людям. Благодаря отваге и мужеству таких людей, как Павел Александрович, мы живем в прекрасном и светлом мире, где не слышно свиста горячих пуль и не видно человеческих страданий. Святой долг поколения 21-го – чтить по пятерям тиранов Великой Отечественной войны и никогда не забывать о том, что именно они подарили нам возможность жить, любить и быть счастливыми. Шагая в строю победителей, мы должны пронести через века гордость за тех, кто в минуту опасности заслонил своей грудью нашу Родину.